Всем привет, друзья! Сегодня хочу вас познакомить с еще одним моим гостем. Это тренер по теннису Андрей Коренец. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Рад с вами познакомиться. Ну, для начала расскажите о себе, как вообще вы стали тренером по теннису и вот откуда у вас любовь к этому виду спорта. Все это долгая история, и она непростая в плане теннисного роста. Но я, в общем-то, начал играть в теннис в 63-м году. Такой у нас был тренер, Кравков Георгий Владимирович. Он пришел к нам в школу. Ну, мы там бегали в этом зале спортивном. И он как-то там пометил каких-то ребят и сказал приходить. Ну, мы пришли. Ну, в дальнейшем этот тренер, он вошел в историю нашу. Кравков Георгий Владимирович. У меня о нем только положительное. Все воспоминания. Он был к нам, нам, как и отец, как тренер, то есть, когда мой близкий человек. Вот. А потом у меня так сложилось, что я уехал. А-а-а. Я подумал. Вот что я подумал. Я-то люблю в футбол играть. Я всегда там играл. Любил играть. Во дворе мы играли. И я подумал, что ну, летом я поиграю в теннис. Вот. И пойду на Динамо. И там я запишусь в футбол. И буду играть уже по-настоящему. Но получилось так, что я так и остался в теннисе. Вот так вот начиналось мое вхождение. Был важный момент, когда Кравков Георгий Владимирович, он поставил цель и сказал, что ты потенциально можешь стать первым в стране по своему году. А твой год, он подходит под спорткиаду народов. И ты можешь попасть в команду спорткиаду народов сборную. А там состав был, значит, два взрослых и один юниор. И вот юниором я мог попасть. И вот я уже, считается, там с 12, с 13 лет я шел к этой цели. И даже не доходя до спорткиады, я в принципе, ну, настолько моя была такая серьезная мотивация. Я так хотел именно достичь этого результата, попасть в сборную, что я очень много тренировался. Ну и, наверное, какие-то природные данные способности дали мне возможность. И я, ну, в республике уже где-то 16-17 лет я уже выиграл все соревнования с прикиадой школьников в первенстве республики Беларусь по юношам. И в 17 лет так разогнался, что вошел в финал уже взрослого нашего чемпионата. Это была такая сенсация, ну, такого местного белорусского значения. Я обыграл, ну, это легенда тенниса, был Десниченко Евгений. Когда он играл, то приходили там и специалисты, и болельщики. Это было на Динамо, там были корты. Сейчас они немножко другие. Вот, так что я и попал, да, я и в сборную. Но так получилось, что спорткиады народа в то время как раз-таки отменили. То есть то, к чему я шел, я уже, да, я достигну цели. Но мы вступили в матче, в среде, значит, матчевые такие были встречи, организованные, значит, Украина, Россия, Беларусь. И все, я там участвовал, и я приносил очки, и выигрывал, давал очки. Это что-то было типа такого кубка Дэвиса между вот странами? Ну, что-то, да, что-то такое. Ну, это было ответственно, приезжали самые сильные игроки, вот, и у меня была вот такая честь участвовать, и я ответственно, конечно, и неплохо. Так что вот, а потом у меня был перерыв, я на нем не буду останавливаться, он перерыв именно в теннисной деятельности. И, ну, я имею в виду такая вот официальная, я играть уже не выступал, потому что поступил уже в институт, и там, конечно, пришлось на дневное обучение. Вот. Но играть-то я, конечно, все время играл. Все время. То есть, я учился или все, но я тренировался и играл, но уже не играл на том уровне. Потому что для того, чтобы играть на том уровне, нужно, конечно, ну, объемы и отношения, то есть... А уже опять как бы вернулся в эту тему, это когда мой сын Павел, я серьезно стал с ним заниматься, и уже начал в то время осваивать уже как бы азы тренировочного процесса, подготовки. И я, в принципе, полностью отдался этой теме. Значит, наш процесс включился, или мы включились, но, в принципе, мы объединились еще с одним родителем, который был. И, в общем-то, организовали достаточно очень серьезную такую вот серьезную профессиональную подготовку. У нас была такая команда определенно, где участвовали, и тренера по УФП непосредственно работали с нами, привлекались психологи. Вот мы планировали и играли многие турниры в Европе, играли в Америке, в Эдди Хиор, в Орэндж Болл, посредственно несколько раз. И вот эта вот работа, она, конечно, дала много, потому что, общаясь со специалистами, уже те, которые готовят ведущих юниоров в мире, которые потом стали известны, мы непосредственно проводили тренировочные процессы подготовки в той же Америке с Рублевым, Андреем. Хорватка Конюха, она играла в свое время, она тоже на Орэндж Болл. Там интересно еще, когда я играл, я играл же в свое время, я играл первенство Союза, ВЦС-ПС, ЦС-Динамо, нет, ЦС-Динамо не играл, а вот вооруженная, так называлась вооруженка, но это первенство вооруженных сил. И там сильнейшие все играли, ребята, в том числе и был Саша Зверев в Сочи. Ну, пересекались мы, жили в одной гостинице и играли, и общались, вот, но прошло сейчас очень много времени, и я рад за тот успех, который у него, он воспитал очень талантливого, очень классного профессионального игрока, тоже Саша Зверев. Сейчас занимаюсь детским теннисом и окунулся в эту работу, и я понял, насколько, в общем-то, она, ну, как-то казалось, немножко она проще. На самом деле, в этот период подготовки детей, там происходит очень много того, что потом формирует самого игрока. А с какого возраста, вот, рекомендуется, вот, на Ваш взгляд, детей, вот, именно отдавать в теннис, самый оптимальный, вот? Ну, вот, смотрите, мое мнение такое, что-то, что где-то пять с половиной. Почему? Потому что, в общем-то, теннис достаточно такой сложный, коррекционный вид спорта. И координация имеет, ну, если не решающую, то очень важное значение формирование техники, формирование вообще передвижения, как это всё строится. Это делается тоже на каком-то интуитивном уровне, но на основе, скажем, генного кода, который дан человеку и его природных возможностей. Но в любом случае, сама природа, она ещё до этого возраста, ну, координация, развивать координацию сложно. То есть, ну, и рано, потому что рано. До этого возраста надо его просто развивать, чтобы он развивался, общее развитие у него было такое активное, которое потом подключится к этому общему развитию, подключится координация. И тогда он сможет выполнять те задачи, которые ему ставят, чтобы он мог делать правильное движение и уже формировать навыки о дальнейшем технику будущего игрока. Но я этому придаю очень важное значение, формирование техники работы ног. Потому что на самом деле это формирует теннисную школу, то есть вот игрока. Базовые, когда он может делать правильно современная техника ударов, и дальше он будет уже развивать. Поэтому я считаю и набираю детей, начиная с пяти с половиной лет, где-то вот так. Но они тоже это индивидуально. Если вот приходила девочка, четыре года, уже год, говорит, играет. Но она так вот, в ней видна координация, она движение рациональное. Так, то есть она не отстает от тех детей, которые старше ее на полтора года. А вот с чего вообще начинается, вот у вас процесс обучения, если вот ребенок с нуля занимается, вот такие первые этапы. Чему вот вы сразу начинаете обучать? Сама цель это поставить технику, дать ему теннисно-физическое развитие. То есть чтобы у него были, развивали скоростные способности, скоростное мышление, игровое и так далее. Поэтому первое, ну одно из первых таких заданий, это когда работа с мячом, чтобы он подружился, он понимал, как он этот мяч прыгает, чтобы он мог управлять им, ну по крайней мере знать, как управлять. Вот он там вверх-вниз, значит он должен, может быть, как-то тоже за ним повторять какие-то, ну эти движения. И когда он уже подружится, он будет знать траекторию мяча и как он летит, и ему легче будет уже тогда сформировать свое движение к нему. Вот он это должен понять. Ну и потом сама уже какие-то простейшие элементы техники. То есть сами удары, они состоят из каких-то основных элементов. И вот конфигурация этих элементов, она и формирует сам удар. Вот он правильный, неправильный, он современный. То есть мы же смотрим, каким образом сейчас ведущие игроки играют. Мы смотрим, как играют игроки более старшего поколения, ну скажем, Федерер, Надаль, Джокович и более молодые, там Зверев, Циципас, Белинда Бенчич играл. Вот, по крайней мере, это те, на которые я где-то ориентируюсь. Я и дальше могу эту линейку перейти, у него удар, ну, очень, вот элементы очень хорошие. Не буду их там здесь раскрывать, не то что раскрывать, а останавливаться на них. Но удар очень хороший, форхенд, который позволяет, в общем-то, играть достаточно плотно и стабильно, и точно. То есть вот техника, она дает вот эти параметры. А вот принцип работы с детьми, которые в себе играют, левая рука отличается от принципа работы с правшим? Ой, левша, это вообще моя любимая тема, я их очень люблю. Понимаете, какая штука? Левша в теннисе, я про теннис, да? Про теннис. Да. Он играет, но у него удары зеркальные, а мы все правши. И мы все на интуитивном уровне, мы все равно воспринимаем то движение мяча и его, как правшу, а у него же зеркальное. И это всегда дает плюс, всегда, всегда дает плюс. Вот смотрите, например, вращение, оно же, ну, если бы оно просто такое вертикальное, так оно одинаковое. Но оно же где-то же вот так, да, оно где-то идет, оно какое-то боковое. Так у всех правши, если он справа, у него такое, и мяч вот отскакивает, скажем, влево. А у правши же он вправо отскакивает, особенно на подаче, когда там он закручивает, ну, все равно время минимальное. И все, например, приемы подачи, да, то есть когда минимальное время, а сейчас теннис такой, что и техника ставится такая, для того, чтобы можно было выполнять удар и держать вот эти параметры при коротком отрезке времени. Ну, потому что, вы же видите, ракеты, струны, и мячи, и покрытие, это все это дало возможность больших скоростей. И получается, что когда ограничено время, играет на интуитивном уровне, принимает на интуитивном, а мяч немножко, точка удара, она смещается. И, ну, вот, конечно, привыкают для этого, например, если знают, с кем-то играют там левша, да, то уже тренировка при подготовке к матчу старается, спарринга тоже левшую лечью, чтобы выровнять вот эту точку удара уже на своем интуитивном уровне. А какие вообще вот самые сложные этапы вот в обучении? Вот чему сложнее всего, вот, на ваш взгляд, вот опыт показывает, научить? Ну, у нас подача и резанный бэкхенд. Вот наша школа вообще, вот, ну, скажем, вот наш корпус тренерский, да, вот который готовит, готовит, и мы видим наших игроков. Вот здесь бы, конечно, ну, я не отношу это к нашей сильной стороне. Вот, и еще удары с лёта, то есть игра с лёта. Тоже другие школы, они имеют, то есть имеют игроков, которые у которых поставлены. Вот, ну, у нас она как-то, раньше у нас была хорошая школа, вот, игры с лёта. Ну, сейчас немножко нет. Ну, смысл не в этом, что мы сравним, какие школы, а просто я к тому, что если так складывается, ну, так складывается, что, ну, в одной стране вот где-то слабые эти стороны, в другие более сильные. Значит, у них что-то, трудности именно вот с тем ударом. Потому что, например, удар с лёта, да, вот тот, который фактически, ну, удар, он очень простой. Ну, просто простой, там, важно там три элемента сделать. Но он, его сложность в том, что его, вот эти три элемента нужно сделать абсолютно точно правильно. Малейшую только в сторону, и все, удара нет. Такая вот история, поэтому трудно это или нетрудно. Получается, что для многих это трудно. Ну, да, даже бывает там с ударов с лёта, смешей, часто, и профессиональные какие-то пускают очень такие... Кстати, смеш, вы хороший удар назвали. Вот один из сложнейших ударов, особенно венёрском. Почему? Потому что на нём много ошибок. Потому что для того, чтобы его правильно выполнять, нужно на каждой тренировке уделять ему внимание. Ну, где-то, может быть, недостаточно, или, может быть, того, что всё-таки он сложен для выполнения. Почему? Потому что, обратите внимание, то есть любой мяч, который принимается, он где-то рядом. А смеш, это свеча, летит высоко. А если ещё там солнышко, какой-то полутуман, то его ещё трудно определить там, когда он прилетит. То есть, ну, вот можем отнести смеш к сложному для обучения. А с тем проще работать, с мальчиками или девочками? Ну, наверное, проще с девочками. Они более послушны. Они слушают. Мальчики – это же будущие мужчины. И поэтому там нужно очень аккуратно. Там немножко можно… Вот. И если, допустим, что-то не пойдёт, они вот из-за того, что они такие будущие мужчины, они могут просто не слушать. Ага. Ну, а если не слушать, то тренировская работа уже прекращается. Ведь для того, чтобы донести, ну, ты опытный там, или там специалист глубокий. Ну, это же надо передать туда, вложить как-то. А как вложить, если контакта нет? Провода такого нету, чтобы по нему всё пробегало. Но вот таким элементом, допустим, как спокойствие, холоднокровие, вроде бы, или вот вы как-то пытаетесь вот это вот тоже вложить? Или в основном вы обучаете именно вот техническим элементам? Вы знаете, я в этой теме для себя, для себя, да, у меня постоянно был вот этот вопрос, который вы задаёте. И на него я ответил только совсем недавно. Ну, может быть, может, лет 6 назад. Каждый человек, нужно вернуться к тому генному коду, который даётся, ну, иметь в виду генетическую его конституцию. Да, и если одному дали рост, там, 180, да, а другому, там, 2 метра условно, да, то это дали. То же самое и с психологией. Если можно, чтобы ответить на этот вопрос, я спрошу у вас для того, чтобы ваш ответ положить в основу своего ответа тоже. Изменится ли ваша, ну, психология в пенсионном возрасте? Ну, знаете, с возрастом уже всё меняется, да, и мышцы, и всё, и всё. Поменяется ли с возрастом вот ваша психология? Наверное, да, поменяется. Так вот, нет. Это, говорят, это уже, это не мой ответ, это ответ учёных. Если уже что-то дано человеку, да, и думать о том, что вы сможете поменять, то нет. Вот это вот дерево, да, вот нервная система, как у человека, да, это дерево, оно постоянное. Вот эти веточки, которые, они постоянные. А что это означает? О том, что сигналы к мышцам, да, и ко всем другим органам, которые дают сигналы, сигналы и процесс, раз сигналы управляющие, то начинаются какие-то функции работать. Они постоянные. И что тогда в этом случае делать, когда у нас сейчас психология всё больше и больше имеет значение, и она больше влияет на наши процессы. Основная задача психологии – это, ну, обмануть вот эту нервную систему. Например, идёт сигнал, да, и попадает, и начинается мандраж, то этот сигнал, чтобы он не попал сюда, его обводят. Это механически. А на самом деле это, например, ну, на примере, например, теннисном, да, вот я такой пример приведу. Вот смотрите, игрок попал, идёт розыгрыш, и он попал в аут. Он расстраивает, появляется сразу первое, что это эмоции. Эмоционально начинает с этими эмоциями бороться. Это второе. То есть он там кричит, ракеты что-то бьёт. А на третьем этапе он принимает решение. Уже с учётом вот этих эмоций он принимает решение. И это решение позволяет ему дальше играть. Так вот, если вот этот второй этап вычеркнуть, да, то получится. Он сыграл в аут и сразу перешёл к решению. Вот задача психолога. Я на ранних этапах детям это сказал, о том, что попал в аут, сразу принимай решение. Вот это вот, вычёркиваю. Ну и потом, я говорю, ну как, помогал, а да, помогал. Обманываться, то есть по-разному, например, там стресс, вызывает тепло, например, в каленке. Пока ты этим занимаешься, ты уже не думаешь. А вот у вас бывали случаи, чтобы вам приводили родители ребёнка, который не хотел вообще заниматься, но родители очень прям настаивали на его обучении. Вот как вы с этим как-то боретесь? Первый ребёнок знаете, кто был? Павел? Ну, он не так уже явно, но как бы подбывал. Там не хочу идти, там что-то так. Ну, это так, полушутка. Но, конечно же, есть такие дети. И вот учитывая то, что на самом деле, они, им ещё рано, вот когда приводят, им рано принимать такое решение. Они должны попробовать поиграть, посмотреть. И только после этого. Потому что вот приходят, нет, нет. А мы начинаем, особенно когда состязательность какая-то, эстафетка, я люблю это использовать. Я вот тогда сразу, они становятся свободные, они раскрепощаются, и сразу видно. То есть какой характер, как их возможности двигательные, скоростные. Характер опять-таки. Как они стремятся побеждать. Или они так просто валяют. Поэтому вот когда они это пройдут, после этого тогда уже можно, и то, и то недостаточно. Ну, что там. Это надо позаниматься, чтобы... Потому что от первой тренировки... Ведь мотивация появляется, даже не появляется, а является такой движущей силой для развития каждого. И когда человек совершенствует себя, когда он становится в каких-то областях лучше, 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 он загорается, он хочет еще, еще, еще. То же самое в теннисе. А можно вообще, не имея таланта, сделать из-за игрока профессионального, вот игрока хорошего? А талант, это понятие талант в чем? Вот знаете, если талант один из... Который, если человек нормально развит, если он готов ради достижения своей цели, которую он поставил, если надо перегрызть проволоку, как я говорю, то с этим человеком уже можно работать и нужно, и я бы хотел. Я... Это нечасто можно встретить такого. Я же говорил, что 63-го года, то есть я... Я же не здесь, я в то время больше играл на союзном уровне. И я видел очень много игроков талантливых, вот с точки зрения выполнения техники, там двигались очень хорошо, они ценились, они выигрывали, где-то там 14-15 лет. А уже к 17-18, то есть у них не было вот такого стремления, если ставить цели и достигать их, тут это важно. И они... Вот этот талант, ведь у таланта тоже вот как бы две стороны медали. Одна сторона, это то, что природа дала, и он может выполнять это лучше, чем другие. Но обратная сторона, он смотрит, что ему так, в принципе, особо и не надо ничего делать, он всё равно лучше других. А зачем тогда что-то делать? Он это не делает. А без вот такого стремления, как той работы, которую нужно сделать. Вот такая вот так природа построена, диалектика, что человек должен стремиться и пахать, он должен этот камень в гору толкать. А сейчас вот Фернанус и Радакана мне очень понравилось. Если вот вы обратили внимание, как она играет, она... У неё нету даже мысли о том, что как она выглядит или ещё. Она вцепилась, это вот тот случай, про который я говорил, что она для победы, не только проволока, это уже не проволока, она уже перегрызила, не знаю, грузовик, если надо. Ну вот, ни малейшего нет. Всё направлено на цель. Ну, это фантастика. Очень мне понравилось. А вот ставите ли вы примеры детям при обучении каких-то уже ведущих игроков, когда вот обучаются, каких, например, часто используются? Я не смотрю. Я когда вот тренировалась Соболенко, я некоторые вещи снимал, я объяснил, что это только для детей, я нигде никогда не публиковал, это только вот рабочие, и даже потом удалил их, чтобы ни одной публиковал, нигде никогда не публиковал. Но так как Турсуонов, они тогда в то время с Турсуонов, и я потом детям, когда я показывал, что нужно вот такие, такие элементы, и говорю, вот это я снял вчера Соболенко. Вы понимаете, Соболенко и вчера и здесь. Ну, то есть, это самое свежее. Поэтому, да. Интересная тоже история. Ну, одно дело сказать, второе дело показать, видео показывают, ну, ведущих, ну, не наших. А другое дело, когда я прихожу, там какие-то видео, а здесь то, что я снял, и показываю. То есть, это живое, это как-то работает намного лучше. И снял одного, мне так понравился парень, особенно справа. Я говорю, вот, Лиза, смотри, видишь, как идет сама траектория, как там корпус, ну, детали вот эти, то, над чем мы работаем. Я говорю, посмотри, я говорю, вот это вот как пример. вот, и она тоже так согласила, стала про, и, ну, как бы, хорошо тоже у меня пошло. А потом, появляется, на, появляется карацо, выигрывает. Я думаю, где ты видел? Я начал, посмотрел, ты видел, а это, оказывается, он играл с карацом, с тренером гор. Ну, такая тоже, да, любопытная деталь. Такая приятная была, что вот, у нас, да, он тренировался. Ну, смотрите, теннис, значит, такой затратный вид спорта, ну, именно, для родителей, в плане, вот, чтобы отдать на обучение, там, вот, покупка инвентаря, вот, все такое. А вот, если, допустим, родители не могут себе этого, ну, финансово позволить, есть ли вероятность того, что вот этот ребенок, ну, может как-то вот, найти способ, все-таки, заниматься теннисом? Ну, смотрите, у нас же есть бесплатная бюджетная группа, и, если ребенок удовлетворяет тем требованиям, которые там предъявляются, то есть, физическая подготовка, уже какие-то результаты есть, то у него есть возможность на бюджетной основе развиваться, есть соревнования. Понятно, что, ну, все, все соревнования бюджет, как бы, не сможет оплатить. Вот, и здесь участие родителей. Я думаю, что, если ребенок талантливый, то, он всем пробьет дорогу. И есть так, и есть инструменты, и как и у нас, так и ITF. Предусмотрены программы определенные, для талантливых, где приглашают на серию сборов, где включается также определенное количество турниров, они играют, и эти сборы не только в одной стране, они могут быть и в Мексике, и в Америке, и в Европе. То есть, ну, нужно просто заявить о себе. Я думаю, если все-таки ее способность, то обязательно подходит. Ну, спасибо вам за такое интересное, подробное интервью. Было очень приятно пообщаться и узнать. Моментов много интересных. Вот. Ну, хочу пожелать успехов в вашей непростой деятельности, чтобы часть из вас проходила как можно больше будущим игроков, которых мы будем видеть уже на профессиональном уровне. Я буду стараться. Я это делаю все время, но как получите. Все, ребят, вам тоже всего хорошего. Надеюсь, вам тоже было интересно. В общем, всем пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова